привет друзья на связи рина пентанида ваш риэлтор во флориде и мы с вами сегодня поговорим о новостройках и прежде мы все чем мы сегодня будем говорить о новостройках мне хочется напомнить что если вы еще не подписались на мой канал обязательно это стоит сделать если вам нравятся мои видео ставьте лайки пишите свои вопросы в комментариях пишите заявки для новых видео я с удовольствием буду их рассматривать а сейчас давайте вернемся к нашей сегодняшней истории это абсолютно закономерно что проще поговорить о новостройках особенно во время нынешнего вот нынешней ситуации на рынке связи с тем что рынок ужался больше чем на 60 процентов новостройки сейчас пользуются невероятной популярностью потому что это есть хоть какой-то гарантированный способ купить жилье пускай даже с отсрочкой на время их строительства но как бы в том же районе в том состоянии ну еще плюс что жилье будет новое абсолютно ничего не надо переделывать на него будут гарантии и то есть это будет построено все под ваш запрос сейчас давайте покажу вам карту как это все располагается для того чтобы мы ну хоть немножко посмотрели на это дело так вот карта новостроек так как она вот сейчас смотрится на что хочу обратить ваше внимание что вы видите каким бурным цветом сейчас расцвели новостройки опять же на что еще обращаю ваше внимание что допустим вот в районе тампы в районе северной тампы до в районе панелоса вы видите что практически тут ничего не строится и понятно почему не строится потому что все это уже была застроена до этого то есть сейчас это все растягивается либо на север тампы либо вот южнее тампы это все растягивается теперь относительно теперь относительно тех компаний которые строят и какие тут еще могут быть такие трики-трики значит традиционно в нашем районе вот в нашей округе средней флориде строили четыре больших застройщика это диар хортон это райан холл холмс это компания ленар и компания кейби холмс три предыдущие компании я вам их покажу на карте сейчас так вот три предыдущие компании они так сказать грешили тем что всегда строит с сиди ди имеется в виду это комьюнити дипал обмен дистрик что такое сиди дли это но условно скажем это дополнительные деньги которые они снимают со своих дольщиков, это такая дополнительная разновидность homeowner association, то есть когда изначально подразумевалось, что community development district это вот такая большая организация, которая включает в себя несколько разных, может быть разных даже по типу community, то есть это могут быть от community, с таунхаусом и community, с single family house, но которые территориально находятся на одной территории, туда ведет, будем говорить, gate, вот в эти несколько community, и там уже это, что называется, lifestyle, иногда гейта нет, вот такое community я недавно показывала вам в ланделейке, это называется бэксливилдж, вот когда я там каталась по нему, по всему, и там вот у них есть это CDD, но поскольку в данном случае, вот то, что я вам показывала, это CDD было хоть как-то оправдано, в других случаях, когда эти же три застройщика строят, может быть так, что допустим городская улица, слева и справа community идут, этого же самого вот линара, просто ворота, просто заезд, то есть никакого там development district, ничего этого нету, но за это у вас будут браться 200 лишних долларов в месяц, помимо каких-то HUE-фи, которые у них, как правило, они такие символические, но это на перспективу, то есть и то, и другое может иметь вероятность как-то вырастать, и HUE Monor Association Fee, и CDD Fee могут вырастать, вот, и поэтому из всех вот этих домов, которые, из всех новостроек, самый удобный и самый, будем говорить честный, был KB Home, и новостройку, которую мы покупали, вот мы в сентябре ее покупали с моими клиентами, в конце февраля мы ее закрывали, они вселились в новый дом, это было именно KB Home, где у вас было написано, что там 40 долларов в месяц, допустим, этот HUE-фи, и ничего больше нет. И вот недавно была такая интересная история у нас с мужем, про которую хочу вам рассказать. Значит, мы обычно вот едем с ним, то ли из супермаркета, то ли в супермаркет, едем по нашему району, и вдруг я вижу желтые таблички KB Home, и показано туда-туда ехать. Мы в этот день ехали с Джоном как бы по делам, и поэтому нам ехать было совершенно туда не с руки. И я говорю, странно, получается, что KB Home это вот такой вот интересный в том месте, где вот нету пустых мест, где есть городская застройка полная, вот residential area. И я еду и к Джону говорю, странно, где же они это делают? Я посмотрю это на карте. И вот на этой же карте, что показывала вам, я начинаю смотреть и искать этот KB Home, где они сейчас взяли пятно и строят какие-то дома. При этом я когда вот искала, что показывать, и показывала своим клиентам, я знаю, что они строили дома Валрика. У них было там пятно, пятно в хорошем месте, и там они строили дома, и они там уже заканчивали, то есть там уже участков у них не оставалось. И вдруг я вижу, еще ближе, чем Валрика к Тампе, вдруг находится какое-то пятно от KB Home. Я захожу на карту смотреть, ищу эти места, нету. Я захожу на этот смотреть, на МЛС, ищу, нету. Ну не может же мне показаться это, да, что KB Home, вот они стоят, значки, вот они куда-то там заворачивают, и куда это ведет? Ну что вы думаете? Ну конечно не сразу. Я подумала-подумала, не нашла информации, и говорю, давай-ка вот специально поедем туда, где мы видели эти, стояли эти знаки KB Home. Проезжаем, знаков нет. Думаю, ну что за черт? А это мой район, мой фарминг, то есть я знаю там все. И я видела, куда последняя стрелка, которую я видела, я видела, куда она вела. Я говорю, поехали туда. Вот вот просто тупо будем ехать, если мы там не увидим, ну значит не судьба. И вот мы, значит, едем, проехали весь этот район, доезжаем, там такое кольцо есть. И я говорю так, ну понятно все, значит мы ничего не нашли, я не знаю где. Там, естественно, уже никаких значков KB Home'а нету. Значит, говорю, заворачиваем, и выезжаем уже в сторону дома. И вот мы заворачиваем на эту улицу. И хопа! KB Home! Мы приезжаем туда, я захожу и говорю, ребят, я вижу площадка, она только начинает застраиваться, то есть там вот, там вот только подводку сделали они, еще дорогу провели только новую, и она только начинают эти участки разбираться. и я, значит, звоню, у меня-то телефоны есть, и я звоню, и начинаю спрашивать, что происходит, и почему, и как. Во-первых, почему я не могла найти, потому что я искала в Брэндоне, а это территориально, ну находится в Сефнере, это называется, то есть на другой стороне дороги от Брэндона. Вот, и я узнаю у них, и они говорят о том, что мы можем, да, мы там разрабатываем, но вы должны быть в листе ожидания, то есть они не успевают строить, они строить не успевают, у них есть лист ожидания, то есть ты туда записываешься, четыре месяца ждешь, потом подходит твоя очередь, и шесть месяцев тебе строят. Вот таким, поэтому, вот как бы ситуация изменилась, и поэтому, зная, что у них уже есть, что строить, они не очень сильно рекламируют, хотя шикарное место находится в черте города, очень близко от обоих дорог, и от 75-й, и от 4-й, и, естественно, я ж не смогла, я ж поехала туда, и сняла там дом, вот модельный дом, то есть дом, который, по типу которого они продают, и этот дом, который я вам сегодня буду показывать, он четыре спальни, два санузла, 1700 square feet, ну и давайте же смотреть этот дом, а потом я вам покажу место, вот территориальную карту, где он находится, поехали смотреть. Ну что, давайте смотреть этот дом, прежде чем я вам покажу, как он выглядит изнутри, давайте с вами посмотрим район, посмотрим это комьюнити, вы видите, что слева и с правой стороны уже построены первые дома, вот как правило, это лучшие участки, потому что они находятся рядом с дорогой, но не пограничат, вот как бы с основной дорогой, немного так правоси, вы видите, что здесь вокруг уже поставили хороший пластиковый забор, и уже начали строить, первые пять-шесть домов уже построили, вот эти зеленые столбики, которые вы видите из воды, это подводка к каждому дому, и сама улица, вот она идет вот так вот подковой, вокруг озера, которое называется Mirror Lake, но оно в основном такое пересыхающее, то есть в летний период там может быть будет какая-то вода, здесь находится вот первый модельный дом, они пока больше модельных домов не построили, как я вам сказала, сейчас рынок достаточно горячий, для того, чтобы не делать этого вообще, да, им модельные дома не нужны, у них есть floor plan, они показывают, и вот этот один дом, который 4 спальни, 2 санузла, 1700 square feet, вот мы как раз это видим с вами сейчас на табличке, и мы с вами проходим, сразу по левой стороне от входа находятся 2 спальни, между ними санузел, спальни стандартные, там 10-11 square feet в длину, в ширину, то есть получается где-то 10-11 квадратных метров, каждая спальня оборудована клозетом, клозет он такой вот небольшой, не walk-in closet, то есть абсолютно такой вот стандартный вид, вот эту спальню они переоборудовали размером, она точно такая же, только они ее сделали вот как офис, очень удобно, когда вот есть хоть какой-то дизайн в доме внутренний, тогда и размеры видно дома неплохо, и как бы идеи, как застройщик может сделать себе, вот стандартный санузел, однако в нем есть место на 2 раковины, или можно сделать косметический столик, стандартная ванна, унитаз, маленький, маленькая кладовочка под полотенце, кажется вот как бы больше ничего не нужно, и мы с вами проходим дальше, дальше у нас с вами по правую сторону от входа находится гараж, и напротив гаража, напротив входа в гараж, у нас с вами находится ландри, то есть стиральная сушильная машина здесь может находиться, и еще одна дополнительная гостевая спальня, эта спальня чуть побольше, чем предыдущая, точно такой же здесь стандартный клозет, он не в окон клазит, карпит лежит на полах, то есть это тот вариант, с которым сдается дом, всегда лежит карпит, ламинат вы стелите как бы за отдельные деньги, в жилой зоне у нас кондиционер, это пентри, имеется в виду, что здесь такая кладовочка рядом с кухней, потому что кухня рядом, и вот мы с вами смотрим вокруг, большая очень просторная кухня, впереди стоит айланд, гранитная столешница сюда не входит, будет стандартная столешница в стоимость входить дома, динер-эрия очень хорошо, она стоит рядом с слайдовой дверью, и кусочек ливен-рум, где стоит там, допустим, диван, кресло, то есть чтобы можно было посидеть, посмотреть телевизор, это типа гардеробной что-то, и мы с вами переходим в мастер-бедрум, мастер-бедрум побольше размером, по-моему, она где-то тут будет 12 на 4, и мастер-бедрум, мастер-бедрум у нас, из мастер-бедрум у нас идет walking closet, не сказать, что прямо он такой громадный, но достаточно вместительный, и в мастер-бедрум у вас может быть, во-первых, у вас двойная раковина, две раковины, и вот на этом углу, то есть у вас по правой стороне может быть ванна, а по левой вместо кладовочки для полотенец, у вас может быть душевая кабина, то есть вы можете этот мастер-бедрум оборудовать, заказать на строительство вот разными способами, здесь была только душевая кабина и кладовка, а может быть здесь как бы и кабина, и ванна. Вообще дом достаточно удобный и понятный флор-плэн, как бы без каких-либо там лишних деталей, все совершенно оптимально, и вот здесь вот будет, может быть задний дворик, они могут сделать навес, могут, можно оставить без навеса, вот так, как это сейчас здесь находится, и вы видите, что за этим уже, здесь так был на въезде такой вот маленький аппендицитик, такой тупичок, то есть здесь будут еще дальше стоять дома, которые будут закрыты забором. Вот такой вот у нас получился дом, светлый, красивый, удобный, просторный, достаточно просторный, я бы из вот этого washer and dryer, я бы все-таки сделала дополнительный санузел, тогда бы было как-то лучше смотрелось, чтобы было 4 спальни и 3 санузла, а стиральную сушильную машину перенесла бы запросто в гараж и оставила там это в гараже. Мы с вами выходим, покидаем, так сказать, гостеприимную строительную компанию, которая называется KB Home, вот как раз по правой стороне у нас их вывеска находится. Теперь давайте посмотрим, где это находится территориально на карте. Это заповедное место. Сейчас я открою Google Map, вам покажу его, и для того, чтобы вам было понятно, вот что я имею в виду. Вот она карта. Я вот так вот сделаю поменьше. Вот как раз написано KB Home Mirror Lake. Вот мы с вами были вот в этом домике. Вот в этом домике. И вы видите, что здесь будет вот эта улица. Вот эти дома мы с вами видели, они строились. Давайте посмотрим вот так. Вот здесь вот еще не видно, что это будет. Вот здесь вот нарисовано как озерцо, но, скорее всего, это такая лужа, которая заполняется водой, там или может пересыхать. И вот посмотрите теперь, да, вот если вы помните вот это место, где мы с вами были. Рядом с этим местом находится улица. Рядом с этим местом, да, вот если вот так вот посмотреть, вот так удобно. Проходит четвертая дорога, очень хорошая развязка, а вот оно, наше местечко, вы помните. Проходит 75-я дорога, развязка. И вот если мы вот так вот с вами, вот так вот отодвинем это все, вот здесь у нас уже начинается Тампа. Вот так вот, если мы... Да, вот здесь у нас уже начинается центр города, даунтаун Тампа. И вот, пожалуйста, это вот здесь вот, вот эта вот подковочка, которую мы видели. То есть это по большому счету от даунтаун где-то будет минут 15. Езды по хайвее. Вот если мы выскочим, выскочим вот с этой подковочки вот сюда на четвертую дорогу и по четвертой дороге до даунтауна будет минут 15. Да, вот такой вот интересный, вот интересный я раскопала участок, где строятся новостройки в Тампе. Если вам это видео было интересным, любопытным, полезным, пожалуйста ставьте свои лайки. Остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Хотите узнать что-то больше о недвижимости во Флориде и вообще житье, жилье во Флориде, подписывайтесь на мой канал. С вами была Арина Пентанида, ваш риэлтор во Флориде. Жду вопросов для наших следующих видео. А пока, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...